Девушки отдыхают Я ищу свою... Я ищу, как отладить ядро. Как и ты. Да? Но желаю удачи. Я пас. Буду ждать, пока нас не извлекут отсюда. Никто тебя не извлечёт, пока не найдут Лили. Что за Лили? Пойми. Мы все застряли здесь, пока не отыщем ядро. Поможешь мне? Если предлагаешь пойти с тобой, на меня не рассчитывай. Это убежище, и я не собираюсь его покидать, ясно? Но я дам тебе наводку. Я засёк неподалёку сигналы, резонирующие с частотой ядра. Мы искали их источник, когда на нас напали. Вот, послушай. Голос, как у маленькой девочки, да? Тихо. Это она? Ядро? Думаю, да. Но мой коммуникатор поймал множество странных сигналов за то время, что мы здесь. Доберёшься до источника, будешь знать точно. И как это сделать? Поймай сигнал на свой коммуникатор. Когда выйдешь отсюда, сам поймёшь. Вероятно, ты поймаешь и другие сигналы. Можно будет найти их источники и узнать. Нет-нет. Сперва ядро. Другого пути выбраться отсюда нет. Как хочешь. Свяжем наши коммуникаторы. Я сообщу, если что-нибудь найду. Ладно. Пожалуй, это можно. Глава третья, резонанс. Так, что у нас тут? Задание... Ты здесь уже неделю сидишь? Неужели так долго? Плохо. Здесь время идёт по-другому. Мы думали, что быстро управимся. Типа, я буду дома к ужину. Но... Это место вообще ни на что не похоже. В смысле? Когда ядро идёт в разнос, всегда сбои бывают. Но... Сейчас творится чёрт знает что. Здесь всё распадается на куски. Есть излучатель стабильного поля, но он работает неправильно. Что за излучатель стабильного поля? Если тебя послал Мёбиус, ты должен это знать. Ваша группа? В группе вас было пятеро? До нас сюда отправили ещё команду охраны. Но, да. В поисковой группе, да, пятеро. Постой. Ты сказал, было? Я нашёл Бейкера. Он мёртв. Неудивительно. Он засёк мощный сигнал и пошёл проверить. А я говорил, что нужно попросить извлечения и сообщить о наших находках. Остальное не наше дело. Но он не слушал. Как же, командир группы. Должен быть храбрее всех. На самом деле, от храбрости до глупости. Один шаг. Согласен. От осторожности до трусости тоже один шаг. Не надо передёргивать. Меня не радует его смерть. Я что, по-твоему, совсем скотина? Надеюсь, остальные целы. Я сообщу, если найду кого-то ещё. Правда сообщишь? Спасибо. Я буду рад. Так, припасы. А здесь опаснее, чем я думал. Не знаешь, где можно добыть оружие и припасы? Я пытался тебе рассказать, но ты не хотел меня слушать. Ну, теперь слушаю. Я перехватил разговор двух охранников Мюрбиуса, которые говорили о схронах с оружием. Найдёшь их, пополнишь запасы. Может, охранники живые помогут. Я подумаю. Да ладно, я здесь один, и мне нужна защита. Если бы ты не позволил своему защитнику подохнуть... Хватит уже. Я отмечу сигнал на твоём коммуникаторе. Захочешь, проверишь. Мне плевать. Какое-то задание мне дали. Необычный сигнал. Эти твари довольно крепкие. Приходится тратить много патронов. У тебя есть что-то помощнее? Здесь нет, но снаружи можно будет найти. Здесь должно было быть мирно. Но Мюрбиус и пушки всегда вместе. Не знаешь, где мне найти эти самые пушки? Там сплошной бардак. Вряд ли ты найдёшь готовое к бою тяжёлое вооружение. Но я видел что-то приличное рядом с брошенным БТРом. Я отмечу точку для тебя. Но ты поосторожней там. Вокруг шаталось столько этих тварей. Так, и всё, да? Получается, это у нас убежище. Здесь мы в безопасности. Кофе-машина. Выпив кофе из кофе-машины, вы планируете восстанавливать здоровье. Кофе-машина автоматически начинает готовить следующую порцию. Но это займёт некоторое время. Не спорю, не спорю. Так, снова сохранить. Так, сохранились. Ну и в первую очередь я хочу поздравить Анастасию Саканову с прошедшим днём рождения. Желаю успехов. Всего хорошего. Итак, верстаки. На верстаках можно создавать из компонентов снаряжения и предметы или улучшать оружие с помощью деталей. Так, тут что-то лежало. Давайте-ка подберём. Потом будем смотреть, что там с верстаками. Итак, создание предметов и улучшение оружия. Что мы можем сделать? Боеприпасы. Так. Четыре. Так, шестнадцать, значит. Шестнадцать. Отлично. Максимум сделали. И один шприц можем. Отлично. Так, что у нас из-за улучшения? Так. Повышает урон, наносимый всеми видами оружия той же категории. Полуавтоматический пистолет и автоматический пистолет. Повышает количество боеприпасов, доступных без перезарядки оружия. Улучшение действует для большинства видов оружия той же категории. Увеличивает скоростельность стрельбы. Улучшение действует для всех понятно. И снижает время, необходимое для перезарядки. Что, наверное, мощь, да, огневую. До сто двадцати процентов. Увеличивает. Давайте. Сделаем. Так, не хватает. Ну и, наверное, ёмкость, наверное. Давайте сделаем тоже. Отлично. Кустарное изготовление. Выберите значок «Кустарное изготовление» в меню инвентаря, чтобы изготавливать предмет без верстака. Кустарное изготовление предметов требует больше ресурсов, чем работа на верстаке, и к тому же вы не можете улучшать оружие. Кустарное изготовление предметов нельзя привязать к клавиши быстрого доступа к предмету. Так, ну здесь всё похоже. Всё ясно-понятно. Да ну нафиг. Что за... Что это было? Что, не вернули зеркала? Неужели мы сейчас переместимся в больницу? А нет. Кабинет Себастьяна. Снова верстак. Кабинет Себастьяна. Какого чёрта? Эй! Выпустите меня! Детектив Кастеланос. Какая приятная неожиданность. С возвращением. Снова вы? Как вы сюда попали? Я могу задать вам тот же вопрос. В любом случае приятно заглянуть в знакомые глаза. Даже если эти глаза слишком много повидали. У вас усталый вид, детектив. Надеюсь, я смогу вернуть вас в норму. Совсем как раньше. Снова медсестричка Татьяна. Снова медсестричка Татьяна. Улучшение. Итак, у нас есть 1600 геля. Можно прокачать так. Здоровье. Приобретайте навыки для улучшения выносливости и повышения уровня здоровья. Атлетизм. Приобретайте навыки для улучшения стойкости и ловкости. Восстановление для улучшения восстановления здоровья. Скрытность для улучшения маскировки скрытности. бой для улучшения ближнего боя и владения огнестрельным оружием что наверное давайте скрытность незаметность номер один при ходьбе вы будете меньше шуметь и врагам будет сложнее вас обнаружить требует 1500 у нас 1600 как раз давайте все здесь нам больше делать нечего я не понимаю это место вы совсем как в маяке но ведь но ведь это не маяк это юниор правда здесь все такое знакомое эти стены этот стул вы для меня будто совершенно ничего не изменилось как я могу привести ногти в порядок если вы не даете мне закончить маникюр ладно давайте оставим ее ух ты шкафчики придется искать ключики наверное давайте оставим татьяну с ее маникюром и посмотрим что у нас в офисе в офисе в офисе вот уже нету перечеркнут Так, в офисе, в принципе, тоже делать нечего, не будем сохраняться, так, что выходим, Ладно, посмотрим, смогу ли я поймать нужный сигнал. Когда коммуникатор окажется в зоне обнаружения точки резонанса, в верхней и левой части экрана появится кривая сигнала, перемещайте коммуникатор, чтобы найти и засечь сигнал. Так, когда вы засекли сигнал, коммуникатор покажет направление и примерное расстояние до точки резонанса. Точки резонанса, которые удалось засечь, будут отображаться на карте. С помощью коммуникатора определите, откуда доносится голос девочки. Субтитры создавал DimaTorzok Какого черта? Так, и помимо того сигнала у нас же было еще, да? Непонятно. Убитый сотрудник Мебиуса, журнал коммуникатора запчасти. Понятно. Так, что-то лежит. Бутылка. А вот и ключик. Это старомодные ключи открывают шкафчики в процедурном кабинете медсестри Татьяны. Порох взяли. Траву возьмем. Буклет Добро пожаловать в Юнион. Юнион, окруженный чудной природой, идеально сочетает очарование маленького города и современный комфорт. Вернитесь в старые добрые времена, когда дружелюбные улыбки соседей были искренними и привычными. Оставьте суету и спешку, отправьтесь туда, где вас ждет с распростятыми объятиями. Юнион, хорошо, что вы здесь. Рекламный буклет какой-то. Пусто. Туристический центр. Так. Я кого-то слышу? Зачем ты встал? Та еще ящики были. Да ну нафиг. Так, а где же ты? Блин. Что-то не перезарядил-то. Конечно, враги здесь. Намного сложнее, чем в первой части. Да и мир похоже открытый. Открылся. Открылся. Подпишись. еще зеленого геля БТР мебиуса, арбалет так похоже почти пришли Альфа-1? Ты серьезно? А что насчет команды техников? Хрен с ними, пусть сами разбираются Мы не морские пехотисты Двоих не бросаем здесь вообще ни хрена не значит Тебе что-то не нравится? Смеешься? Я давно мечтаю сорваться с дивизии Надоело пойти техников и бегать туда-сюда Хорошо, давай вскроем линейки с оружием, загрузимся и свалим И вынесем всех подряд к чертовой бабушке Не важно кто перед нами, человек или монстр И что это было? В любом случае, похоже, они были здесь Но куда они делись? Еще сигналы Не уверен, что хочу с этими встречаться Судя по разговору, они сорвались с катушек Хотя... Оружия лишним не будет Так, обследуйте обе точки резонанса Так, помимо резонанса точек У нас есть еще... Так что? Убежище У нас есть еще... Два сигнала Можно метку поставить? А, можно метку поставить? Давайте до арбалета доберемся, попробуем добраться Убежище 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 Дымный порох Класс Убежище 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 Класс Класс да что ты ну и где-то труп а у меня патронов нету жесть о так что там было написано у нас что мы можем создавать да да как-то меня увидел беги-беги а а и 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 Добраться потихонечку. Так, прицелиться, извести, выстрелить, понятно. Большая часть болтов арбалета Страж при стрельбе по поверхности действует как неконтактные мины. Себастьян не будет активировать неконтактные мины. Если выстрелить из арбалета в стену, появится растяжка, которая другим своим концом прикрепится к какой-либо поверхности напротив стены. Красный лазер укажет при прицеливании, где появится растяжка. Так, электроболт. Этот болт для арбалета бьет электрическим током, который перекидывается от противника к противнику, обездвиживая их и иногда сбивая с ног. Если выстрелить таким болтом сломанный электрощит или в воду, получится особый эффект. Электроболты создаются из запалов и пороха. Гарпонный болт. Этот болт для арбалета пронзает врагов. Гарпонные болты выстреливают беззвучно, что крайне удобно в определенных ситуациях. Гарпонные болты создаются на металлических трубках. Так, вроде не заметили. Отлично. Бутылочку еще возьмем. Куда нам дальше отправляться? Так. Убитый сотрудник Мебиуса. Так, еще что-то появилось. Нет. Пистолетные патроны. Это ближе. Вон труп лежит. Увидел меня. Озел бежит все-таки. Так, это что? Бутылка? Озел бежит. Там ворони что-то мигало. Ничего полезного. Правильно идем. Опа, еще один. Сколько же у вас тут? Я надеюсь здесь ТТ-1. Давайте-ка, давай-давай-давай быстрей к нему. Сейчас я тебе порешаю. Отлично. Патроны для пистолета. Перезарядим. Неисправная снайперская винтовка. Корпус этой снайперской винтовки сильно поврежден. При наличии нужных деталей винтовку можно починить, но предыдущий владелец, увы, не может подсказать, где их найти. Ствол поврежден, но остальное вроде цело. Найти бы детали для ее починки. Да, было бы здорово. Журнал-коммуникатор, запчасти. Китинг. Мы на крыше здания рядом с туристическим центром. У меня на снайперской винтовке барабан в дребезге. Срочно нужна замена. Марк Маккой. В сарае напротив автомастерской Юниона есть запчасти. Только это на северо-западном конце города. Да, это уже у самого разлома. Ты что, спятил? Не плевать, Диане. Принесите их мне, пока сюда наверх не добрались эти твари. Так, черт возьми, почему у меня всегда достается самое опасное? Стратегические точки какие-то нанесены. Детали для снайперской. Так, ну что, давайте необычный сигнал один исследуем. Так... Так. Продолжение следует... 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 Так, бутылки у нас полные... Пусто... Ты ведь знаешь, как с компьютера открыть туда доступ? Ты ведь знаешь, как с компьютера открыть туда доступ? Что? А ты со мной не идёшь? Нет времени. Я двину в автомастерскую за припасами. Как закончишь видеть туристическому центру. Так. А сюда-то зачем? Я говорил людям, которых встречал, чтобы они шли туда и прятались. Надо с ними разобраться, пока это просто испуганные гражданские. Их проще прикончить сейчас, до того, как они превратились в чудовища. Хорошая идея. Так. Ещё один обрывок воспоминания был. Компьютер ещё работает. Да какого... Да что происходит вообще? Сеть арсенал. Отлично. Мы попали в арсенал, походу. Здорово. Арсенал, блин. И чё, коробочка патронов такая? Всё, что ли? Всё? Больше ничего нет? Всё. цветочек так блин фух попробуйте ее завалить ну да ну нафиг нифига себе она живучая я не ожидал такого суда спускаться не будем мало ли че еще не выберемся такс да он сюда значит че пусто что ли металлическая трубка кусок стальной трубы со следами ржавчины на концах качество львина не очень удобен и вообще у вас же есть стволы этот компонент используется для создания полезных предметов стволы блин были бы они эффективные такие без стволы в в в в в в в в и в своим делом отлично так там что-то было не было труп или нет ладно, сейчас трогать не буду сломанные электрощиты сломанные электрощиты можно запитать выстрелом в них из арбалета электроболтом так, арбалет, электроболт у нас есть взяли же пикс давайте-ка сначала сюда используйте WS для регулировки высоты и A и D для регулировки ширины чтобы зеленая волна совпала с красной заходить интересно Интересно. Не разбивается. Что-то все пусто, пусто, блин, арсенал. Во. Это уже по-нашему. Неплохо. Возьму. Тикс. А здесь что? Все, запчасти. Порох. Все. И похоже, все. А. Понятно. Понятно. Это мой выход открыли. Да ладно. Перезаряжай быстрей. Отлично. Еще один ключик. Еще один ключик. Так, это сумки мы брали, да, что-то? Не, ну, конечно, деваха такая живучая. Не, ну, взяли ружье. Не зря, не зря сюда сходили. Не, ну, вон что-то не зря. И что-то... Вот. А-а-а. А-а-а. Как меня-то. А-а-а. 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 А-а. А-а. Переместились обратно. Это у меня дверь закрылась, опа на, блин один патрон. Жесть. Ух ты, эти твари стащили тебя, давай быстрей, ну зачем? Сел блин. Так, бежим в убежище, в убежище, давай, 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 чуть-чуть осталось. Ну привет, Анил. Это снова я. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова